Российский ученый и специалист в области систем управления космическими комплексами зондирования Земли, заместитель генерального конструктора ракетно-космического центра ЦСКБ «Прогресс», стоявший у истоков этого предприятия, Геннадий Петрович Аншаков отмечает юбилей. Под его руководством разработаны системы управления национальных космических систем для решения задач высокодетального, обзорного, фотоэлектронного и многозонального наблюдения земной поверхности. Дом юбиляра сегодня полон гостей. Поздравить почетного гражданина города с 85-летием приехали председатель Думы городского округа Самара Алексей Дюксев и глава города Елена Лапушкина. Геннадий Петрович просто удивительный человек, и не просто так он стал почетным гражданином городского округа Самара, чем я искренне горжусь. Это человек легенды и в космической отрасли. На протяжении очень долгих лет, десятилетий он работает у нас на ЦСК «Бпрогресс», является ведущим конструктором, был главным конструктором этого легендарного предприятия, да и сам человек крайне легендарный. Геннадий Петрович Аншаков – это в таком самом широком хорошем понимании живая легенда не только космической отрасли, хотя вся его жизнь посвящена служению, покорению, развитию космоса, космических агрегатов. Сегодня, несмотря на свой серебряный возраст, который он отмечает, свой юбилей, он продолжает работать, он востребован, и это здорово. Человек владеет такой информацией, что просто это кладется. И я всегда Геннадий Петровичу говорю, Геннадий Петрович, пишите, пожалуйста, книги, чтобы это передавалось из поколения в поколение. Герой социалистического труда, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР и сейчас в строю. В 85 лет он работает заместителем генерального конструктора ЦСКБ «Прогресс» и не теряет оптимизма. Как-то, знаете, вот научился с детских лет, потом работа. А в работе бывает, знаете, всегда, иногда то взлет, то посадка, как это говорили. И если отчаиваться, то будет плохо. Поэтому лучше уж, как говорится, всегда доброе отношение, доброе настроение. Геннадий Аншаков внес большой вклад в разработку ракет-носителей среднего класса типа «Молния», «Союз», «Союз-У», «Союз-ФГ», а также их последующих модификаций «Союз-2» и «Союз-СТК». Они используются для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей к Международной космической станции, выведения межпланетных аппаратов, спутников, научно-исследовательского и специального назначения по Федеральной космической программе. Созданная при участии Аншакова ракета-носитель продолжает оставаться самой массовой в мире. Состоялось более 1700 запусков. Виктория Шарая, Константин Головин, События.